Привет, меня зовут Алексей Дюльгер, я международный мастер. Тема сегодняшнего урока Гамбит Мора. Если вы тактический игрок, любите атаковать, чувствуете инициативу, то лучший способ начать партию для вас Е4. И конечно, если соперник отвечает С5, то вы должны радоваться, потому что будет скорее всего насыщенная игра. Можно идти в открытую сицилианку, где множество различных систем и в большинстве из которых вы найдете место для своей фантазии. Но также я могу предложить, если у вас нет много времени изучать теорию, и при этом вы хотите сразу получить инициативу, можно начинать гамбитными вариантами. Например, есть сицилианский гамбит B4, также называется гамбитом Заярного, потому что из сильнейших игроков, кто играет этот гамбит, есть международный мастер Заярный, Анатолий Заярный, который живет в Молдове. Он играет этот гамбит регулярно и применял его довольно-таки успешно на своей практике. Есть также ход D4, чему и будет посвящено это занятие, и это гамбит Мора, тоже гамбитный вариант. Также называется гамбит Смита, в английской литературе чаще я встречал, гамбит Смита Мора. По-русски чаще всего говорят гамбит Мора. Теперь для черных нет ничего лучше, чем бить на D4. И после C3 я немножко уделю времени отказанному гамбиту, если ходить D3. То есть черные отказываются от лишней пешки, но пытаются развиться более или менее солидно, что у них вряд ли получится. Это, наверное, все-таки ошибочный ход. Уже, наверное, лучше принимать пешку, потому что центр атакован. Можно попытаться также разбить центр путем D5. Этому я тоже уделю немножко времени. Но главный ход будет DC. И теперь белые получили лучшее развитие, лучший центр. И, конечно, это только начало теоретических вариантов, которые я покажу в дальнейших сессиях этого занятия. Есть также возможность за черных пойти, например, на первом ходу. Белые могут пойти, например, D4. Интересный факт об этом дебюте. Черные могут ответить C5, если вы играете и D4, и E4. Вы можете таким образом перевести своего соперника в гамбит Мора, сыграв E4 сейчас. И это будет довольно-таки интересно, потому что многие люди не играют, игроки не играют C5 на E4. Например, ваш соперник, и вы точно об этом знаете, на D4 отвечает ходом C5, то есть готов играть или Бенони, или же Волжский гамбит, или же выходящие из этих построений, староиндийские построения с C5 из этого хода. Но вы переманиваете его сразу в гамбит Мора ходом E4. И если вы знаете, что на E4 он отвечает, например, E6, играет, скажем, французскую, то здесь вы можете радоваться, что уже на втором ходу своего соперника обманули таким коварным путем. И я надеюсь, вам понравится этот урок. Субтитры создал D4. Теперь. Здесь.